Самое интересное, что может быть в АИМ-турнире штурмовые винтовки на грузовом судне. Ну, поехали. Так, сейчас надо нам еще отнаступить. И погнали. Ну, вообще, по расписанию 14 по Москве, 14.00 по Москве, намечен этот тур. Ну, вот я выпросил игру у людей, которые готовы раньше. В принципе, я вообще не понимаю, чем занимаются люди на протяжении двух часов в ожидании своей игры. Ну, видимо, чем-то занимаются. Можно было бы все это побыстрее начинать. Ну, тем не менее, как есть. Ладно, ну, я подозреваю, что парочку-троечку мы и грузовых суден посмотрим, как это было с музеем. Меж целых пять увидели, кто не видел, тот. Вот многое пропустил. Все игры были довольно-таки интересные. По-разному, но интересные. Физик против Макку. И того, и другого мы видели. Опа-опа-опа. Что-то меня... Хотело из кайфа выбить. И того, и другого мы видели на музее. Ну, можно сказать, что примерно одинаковые тактики были у того, и другого товарища. В общем-то, начало было. Вначале был экшен. Потом люди посмотрели на часы, посмотрели на свои фраги и подумали, что же им делать дальше. И... Если я ничего не путаю, вот Макку именно по времени затащил. Там пара-тройка фрагов у него была. Ну, физик. На авторитете додавился его соперник. Примерно в похожей ситуации. Ну, сломал все-таки его. И вот эти господа встречаются между собой на грозовом судне. Не знаю, что в регламенте написано по поводу того, что можно ли лазить по верхотурам, по балкончикам. По боковым ящикам. Ну, лазят. Лазят, по крайней мере, физик это делает. Пока что у нас ничья. Опять-таки, то же самое, что и было и у того, и у другого. На музее в начале карты бегают, занимаются своими делами. Какой-то собственный стайл показывают. Пока дела лучше, конечно, у физика. У него 4 фрага, у Макку 3. Давайте посмотрим за Макку. И гранаты, кстати, да? Видите, тоже юзают. У обоих хищник. Хищники у нас коробки простреливают, поэтому такое себе слабенькое, конечно, препятствие для этого оружия. Пошел в атаку Макку, находит своего соперника в зажиме, ну и ровняет. Счет 4-4. И 4 минуты 44 секунды. Сколько четверок остается до окончания времени? Поймал на перекрутке оружия Макку своего оппонента. Ну, не знаю, какой счет будет. Я думаю, что за пятнашку вряд ли выйдут. Хотя, все возможно. Ну, где-то 15-20 фрагов должны набрать за эти 4 минуты. И тот, и другой. Вот какой отрыв будет, это, конечно, интересно. Физик теперь меняется ролями со своим оппонентом. Теперь он отстаивает спаун, а его оппонент лазит. Лазит по верхотурам. Ну, вот физик тоже пытается занять свой уже балкончик. Что там, где его враг? Чужой балкончик. Что у нас Макку? Макку, кстати, смотрите. Исчез из поля зрения физика. Физик понимает, что не там он ищет своего соперника. И Макку наказывает за это. Физика 6-4 счет. Три минуты разменяли. Три минуты 50 секунд остается до окончания действия. Плотная. Ну и тут лучше был физик. В упоре. Делает минус. 5-6. 5-6. И пока что ничего не ясно. Ну, это не снайперские винтовки. Собственно, здесь цена вопроса, конечно же, не один выстрел. Можно и подзажать. Можно же снять малое количество хп сопернику. И тот убежит от вас, прячется и потом вас убьет. Поэтому здесь несколько тактический рисунок все-таки на карте другой. Это не классический АИМ, где люди становятся на спаунах наискосок друг напротив друга. И стреляют друг другу по голове, выходя со спауна сразу. В открытой дуэли. Здесь все-таки присутствует и банихоп, и стрельфы, и из-за ящиков, и за простреливаемых и нет. И всяческие перебежки по карте. Физика не так много хп. Добьет его макку или нет. Непонятно. Кстати, физик девайс у нас сменил. Смотрите, сколько агрегатов он теперь. Кто выиграет эту дуэль? Надо равнять, конечно, физику, что он, собственно, и делает. И вот на вот этих вот лол хп 10 еще один килл бы хорошо сделать для полной уверенности в себе. Но хаешка находит физика в читаемой позиции. Засел за правым ящиком на своем спауне. Ящик не простреливается. Зато отлично прокидывается граната. И знал хп его соперник. И, собственно, эту гранату туда запулил. 7-8. 7-8. По-прежнему маку впереди. Не гнушается прокидами. Юзает постоянно хаешку. В одном случае она им уже помогла. В общем-то, пока что даже маку ведет. Если отыграет и вот эти вот 9 хп свои убьет физика. Нет, не убьет. Все-таки тот добивает. 10-8. 10-8 и последние 2 минуты. Последние 2 минуты 10-9. Но я думаю, вот как бы нам... Не знаю, сколько мы грузовых суден посмотрим. Овертайма где-то хотелось бы все-таки увидеть. Все-таки это самое напряженное, что может быть. Так, накал велик. Но вот в овертаймах кто видел на музее... Просто взяли и сломали там Амта. Он сказал, что у него с мышкой проблемы. Ну, возможно. Возможно, есть какие-то всяческие... Припоны для того, чтобы круто играть. Бывает такое. В самые ответственные моменты девайсы подводят. Тем временем у нас 11-10. Преимущество 1 фраг. Мак уведет. Не хочет его терять. Естественно, отстаивает свою респу. И палец сверху на коробке. Но, тем не менее, золотого. Золотого и 11-11. Как-то странно. Не знаю. Юз от Банихопы. Не знаю, что, конечно, Банихопить вперед на простреливаемой позиции... Подарок сопернику. Просто на Банихопе очень сложно стрелять. Таким... Я, честно говоря, ник игрока не помню. Ну, кто-то вот у нас в пятой лиге, что ли, придумал такую тенденцию зажимать Банихопе. А, как этим умением обладает? Нет. Тем временем, смотрите, время уже красное. Приближается к 30 секундам. Раунд тайм. И отставание в один фраг. Физику надо ровнять. У физика лол хп. Пытается он прострелить где-то Маку. Благо патронов 35 позволяют. Позволяют без релода искать своего соперника, не теряя время. Ну и Маку, опять-таки, так как он затащил на музее, пытается затащить и на грузовом судне. Но все-таки находит физик, ровняет. Ситуацию 12-12. Я бы на месте физика, наверное, все-таки отстоял это время. Ушел бы в овертайм, но теряет он все свои хп. Вот теперь Маку в игрушной позиции. 6-5. И, наверное, спрячется все-таки в подвале. Понимает физик, что надо им уравнять. Но Мак был лучше. 13-12 выигрывает на эту дуэль с физиком и проходит у нас в полуфинал. Обидненько, конечно, получилось. Вот последний момент был решающим. Когда полез в перестрелку, мог бы отстояться и уйти просто в овертаймы и там уже сквитаться. А, я без картинки, что ли? Нет. Вально же. Ну, как бы ровно было бы у него, ровное было бы моральное состояние. Случилось, как случилось. Маку пишет всем спасибо, мне спасибо, и вам спасибо, и физик, и Маку. Я жду следующей пары. Надеюсь, что кто-нибудь уже готов.